Мы начинаем наконец-таки обзоры по щитам, главной продукцией нашей торговой лавки казачьего клуба «Станица». Я являюсь мастером, который производит щиты. Мы в группе производим щиты, в группе лиц. И сегодня мы начинаем делать обзоры по щитам. Начнем мы, наверное, все-таки с щитов для Вилдхаб. В принципе, они отличаются только набором определенных вещей, которые мы производим для ЛХ щиты, для ИСБ, для спортивного фехтования, для спортивного щита и именно для мягких, хотя мы их тоже производим, о них я тоже расскажу. Но основное наше направление – это ударные щиты и для ЛХ. В общем, перед вами стандартный щит ЛХ, капелька каплевидная, очень распространенная на Руси форма. Рисунки, заготовки, все остальное мы делаем только сами. Вот, я ничего себе, я вам подробнее расскажу, что с собой щит. Гнутая заготовочка, да, это, в частности, 0,8, делаем 0,9, 0,8 делаем заготовки толщиной. Клепочки, ну, здесь они немножечко уже пошли под ржавчину, потому что щит уже использовался. Наши щиты обладают определенным преимуществом, они ремонтопригодны, то есть мы сопровождаем щиты, вот в данном случае в клубе, я потом позже покажу, мы сопровождаем щиты, мы их ремонтируем, и они потом еще служат определенное количество времени. Что там ищет? Заготовка, обклеенная кожей по полю, и нанесен рисунок. Вот, нанесен рисунок, и сверху мы сейчас еще скрываем лаком. Переходим к просто заготовкам, для спортивных мероприятий, для борочных, для трое-пятерок, битвинаций, и так далее, и так далее. Мы, собственно говоря, делаем заготовки, обклеиваем их тканью, для усиления и износа стойкости рам заготовки, вот здесь видно, наверное, чуть-чуть толще здесь будет. Мы обклеиваем несколькими слоями, 3-4 по желанию заказчика, допустим, это все, естественно, вес, но тем не менее щит проклеен, естественно, 3 раза тканью, и потом еще сверху кожей обшитый, он будет служить намного дольше. Ну, стандартная заготовка, овал, вот, ударный щит, опять-таки, лопата, да, такая, ну, без ручек. Кстати, вот, поле мы имитируем досточки, делаем красивенько нарезку, чтобы было аккуратно и красиво. Переходим уже, наверное, все-таки к готовым изделиям, готовые изделия, вот тот же самый овал, чуть-чуть суженный овал, для применения в огуртах или в тройках. Заготовка стандартная, поле, проклейка, тремя слоями ткани, четвертое, это поле оборачивается, проклеивается сверху, и обшивается кожей сыромядью, толщиной 3-4 миллиметра, и прошнувывается шнурком вдвойную, значит, дает ему дополнительное прилегание кожи, выглядит более-менее аккуратно. Клепочки, сажаем не на болты, только на клепки, вот, ну, по желанию, можно, конечно, и на болты посадить пряжечки, тоже рукопашно изготовленные, и, собственно, вот они, да, у него ЛХ, такой вот медведь. Вот это вот, после ремонта щит видно, что он уже побывал в боях, кстати, он в огуртах использовался, но потом он перешел в развед ЛХ, не бояц, а именно щит. А щиты уже стали использовать более такие ударные, ну, вот, например, бойца нашей тройки-фантазер казачьего клуба столицы, ремезового Володя щит, вот, после ремонта. Щит, после ремонта. Зашнуровано, шнурок, который прорвался, значит, его заменили, пожалуйста, вот, все четенько прошнуровано, подновили рисуночек и вскрыли лаком, пожалуйста, щит готов. То же самое у капитана, щит, вот это 0,9 уже щит, по толщине, ну, так не скажешь, конечно, что он там толще, но, тем не менее, здесь 0,9 толщина фанеры. То же самое отшнурован заново, прошнурован, вскрыт рисунок заново прорисован и вскрыт лаком. Щит снова готов к использованию и, собственно говоря, он, скорее всего, поедет у нас на ближайшее мероприятие. Что еще хочется сказать по данным щитам, то, что они у нас зарекомендовали себя, то есть, не только на углавных регионах, допустим, южного, да, я не помню, по-моему, у нас были заказы из Сибирского федерального круга, точно не могу сказать. Щит в разрезе можем показать, да, как там он ломанный, то есть, там мы специально его ломали, долбили, вот, видно, что, как бы, остается на поле все, что дополнительно нам дает возможность. По правилам битвы нации, по правилам современного битвы нации, то есть, мы не оковываем металла, хотя, по желанию клиента, мы можем обтягивать дополнительно металлом сверху, да, точно так же, как ухожу накладывать и так далее. Тренировочные щиты. Также мы, когда клуб тренируется, когда в нем есть бойцы, соответственно, возникает потребность в работе по обалде на колесах, допустим, и так далее. Вот, пожалуйста, один из щитов, который обшит металлом именно для работы по обалде визиновой. Пробуем с кожей бойца, он действует в Багурте, допустим, в Багурте действует таким же овалом. Делаем стандартную заготовочку овалом, ставим на нее ручечки, и боец работает, отрабатывает, а в Багурте уже уходит работать с хорошим числом. Касаемо рисунков, конечно же, хочется, что щиты на лицо человека, да, лицо бойца и так далее. Что мы делаем? Делаем рисунки, которые и исторические. У нас там есть примеры нашей торговой лавки. Вот это Нюнберг. Взяли, сделали, пожалуйста, вот такую форму историчную, допустим, историческую, приближенную к аналогам. И нанесли сюда рисунок европейская форма, можно сказать, даже геральтическая. И нанесли красивый такой вот рисунок Нюнберга. Ну что, на этом я думаю, мы можем заканчивать. Спасибо большое. Будут еще обзоры по спортсчетам. Будем долбить их, будем рубить их, будем ковырять их.